Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать восьмую главу этого Евангелия. И первая тема, с которой мы начинаем нашу беседу – «Христос исцеляет прокаженного». Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Казалось бы, окончилось самое эпохальное событие в деле евангелизации. «Христос произнес свою нагорную проповедь». И казалось бы, что, наверное, множество ангелов должны были встретить Христа при его схождении с горы блаженств в окружение множества народа. Но что мы видим далее? «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Здесь, напротив, мы видим ту причину, ради которой Сын Божий оставил небесный престол и служение ангелов ему и сошел на землю. Нас ради человека и нашего ради спасения. Прокаженный, который встречается на пути Христа, это как бы символ всего человечества, которое оказалось погруженным в проказу безнравственности, греха, порока и беззакония. Как у пророка Исаии сказано, от темени головы до подошвы ног нету здорового места. Но есть великое преимущество этого прокаженного, в отличие от современного мира, который тоже покрыт проказой греха. Этот прокаженный сам выходит навстречу к Иисусу Христу. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В его словах мы видим глубочайшее смирение. Он не говорит «очисть меня», он как бы соглашается с тем наказанием, которое он несет, и говорит «если хочешь, очисть меня». Вот такое всецелое упование на волю Господа может обеспечить исцеление от любой нравственной проказы каждому верующему человеку. А действительно, хочет ли Христос очистить тебя и меня, протянуть нам, утопающим в проказе греха, руку помощи? И далее мы читаем «Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал «хочу». Кто сказал «хочу»? Тот, кто сказал «да будет свет» и стал свет. Тот, словом которым небо и земля сотворены и содержатся до сих пор. Он говорит «хочу, очистись». У ветхозаветных пророков мы находим возвышенные слова «Бог не хочет смерти грешника». Действительно, желание Бога протянуть руку помощи каждому человеку, но Бог не хочет спасать нас без нас. И на его призыв «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», мы должны ответить согласием, проявив нашу веру через крещение, вступив в церковь. И далее мы читаем «И он, то есть этот прокаженный, тот час очистился от проказы». Те перемены от Бога, которые могут иметь место в нашей жизни, они происходят именно тот час. «Тот час, тот час, имевший сухую руку, протянул ее, она стала здоровой. Тот час, тот, который был расслабленный, встал на ноги свои, взял постель и пошел в свой дом. Тот час прокаженный очистился от проказы своей. И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай. То есть Сын Божий являет нам пример не искать славы для себя. Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Об этом даре рассказывается в книге Левит, 14 глава, со 2 по 32 стих, когда в случае чудесного исцеления человек действительно должен принести дар Господу. Казалось бы, сам Сын Божий совершил чудо исцеления прокаженного, зачем отправлять его к священникам? Этим самым Христос создает прецедент. Он показывает, что в любом случае мы не должны игнорировать служение пастыря, священника среди народа Божия и с уважением относиться даже к тем пастырям, которые пребывают в неких немощах. Так, в другом месте Евангелия от Матфея Христос прямо говорит, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». И на страницах Святого Евангелия мы часто находим свидетельство о том, что исцеляя людей, Христос посылал их идти к священникам. И когда Христос осуществлял насыщение хлебами, Он сначала эти хлеба давал ученикам, а ученики народу, тоже создавая прецедент, что мы должны принимать правильное понимание евангельского откровения из рук служителей Иисуса Христа нашего Господа. Следующая тема – это тема о вере римского сотника. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой, лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». В Евангелии от Луки говорится о том, что как бы сотник действует через других людей, осознавая свое недостоинство, не решаясь самому непосредственно подойти к Иисусу Христу. Но у этого сотника была серьезная проблема. «Господи, слуга мой, лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». В греческом оригинале здесь стоит слово, которое указывает на отрока. Скорее всего, это был некогда усыновленный этим сотником ребенок. Это было принято в античном мире, когда кто-то не имел своего собственного сына. Он даже мог освободить своего раба, своего слугу и усыновить его, сообщив ему права своего рода, своего родословия. И Иисус говорит ему, читаем далее, «Я приду и исцелю его». Вот здесь мы видим, что Иисус Христос бросает вызов еврейской галахической традиции. По представлениям законоучителей еврейского народа того времени, верующий иудей не имел права входить в дом язычника. Не под каким предлогом. И мы помним, что когда надо было пересвященникам добиваться разрешения от Понтия Пилата, казнить Христа, они не решились войти к нему в дом. Тем более, что приближалась Пасха, и они должны были сохранять свою ритуальную чистоту. Но Христос готов войти в дом твоей и моей души. И Господь, напротив, как бы спешит войти в дом каждого из нас. Помните, как о Закхее рассказывается в Евангелии от Луки, что он был начальник мытарей, человек богатый, и он искал видеть Иисуса. Но из-за маленького роста не мог увидеть Иисуса, и он залез на смоковницу. Но Иисус, когда увидел его, он ему сказал, «Закхей, мне надо быть сегодня у тебя в доме». Господь готов войти в дом нашего сердца, если наше сердце открыто для него, как апостолы святые писали, «Верою вселиться Христу в сердца наши». И что происходит далее? Сотник же, отвечая, то есть отвечая на это желание Христа прийти к нему в дом, сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой». Скорее всего, он был знаком с тем, что было такое правило у еврейских законоучителей того времени, что в дом язычника нельзя было заходить. Причем в Евангелии от Луки говорится, что это не просто был какой-то сотник, он был человек, который любил народ Божий, и он в Капернауме построил даже синагогу, то есть это был состоятельный человек. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился. Вы слышите, друзья? Иисус удивился. Мне кажется, очень трудно удивить Господа, но он удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Христос удивился вере этого сотника. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном». Здесь Христос говорит о том, что этот сотник – это первенец, уверовавший из язычников, а потом и с востока, и с запада придут многие народы, которые никакого отношения не имеют к еврейскому народу и будут исповедовать веру Авраама, Исаака и Иакова, веру в грядущего Мессию Христа Спасителя. А далее Христос говорит о сыны царства, то есть те, которые были иудеями по происхождению и очень этим гордились, извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Те религиозные преимущества, которые мы имеем как православные люди, не должны являться поводом для нашего превозношения перед другими людьми, племенами и народами. Вот в этом была трагедия древних иудеев. Они очень гордились своим происхождением от Авраама, Исаака и Иакова и презрительно, даже брезгливо относились к людям из других народов. А Христос, который приходит в реальность этого мира, он приходит спасать именно всех. Как он и говорит, придите ко мне все, труждающиеся обремененные, труждающиеся на дьявола, обремененные грехами, призываются Христом пережить обращение к Нему и стать новыми чадами Авраама, уже не по плоти, но по вере. А те, которые оказались в тисках собственного религиозного эгоизма, их участь печально, у них нет жертвенного чувства, жертвенного качества, их ожидает плач и скрежет зубов в аду. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Вот здесь, с другой стороны, мы видим прецедент, как по вере одного человека, другой человек, причем ребенок, который находится, может быть, за несколько и несколько километров от этого места, он переживает чудесное исцеление. Чему нас может научить этот прецедент? Тому, что веру младенцев перед крещением исповедуют их взрослые крестные родители. Один человек верит за другого, взрослый за ребенка, и этому младенцу эта вера вменяется как бы в некую заслугу, благословение Божие или в виде исцеления, или чего-то еще приходит в его жизнь. И следующая тема – это о действиях Иисуса Христа в доме апостола Петра. И мы читаем, «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу, его лежащую в горячке». В русском народе как-то так получилось, что само это слово «теща» немножко напрягает, особенно мужчин, потому что теща в конфликте между женой и мужем всегда занимает сторону своей дочки. Но вот этой тещи апостола Петра очень повезло, потому что ее зять приводит в дом Иисуса Христа. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Смотрите, в первом случае – исцеление прокаженного, Христос прикоснулся к нему. Второй случай – исцеление отрока сотника, Христос сказал только слово. Третий случай – Христос прикоснулся к теще Петра. Почему так по-разному? Потому что мы разные, и действие благодати бывает очень многообразным, нисходным, когда один случай не очень похож на другой случай. «Горячка оставила ее, и она встала и служила им». То есть это было не призрачное исцеление, это настоящее исцеление. Эта женщина, которая мучилась в горячке, она встала и стала прислуживать Иисусу и его ученикам. С другой стороны, тот факт, что у Петра, апостол Петр – это первоверховный апостол, была теща, указывает на то, что у него была жена. Оказывается, семейная жизнь ни в чем не препятствует человеку достичь самого высокого положения в церкви, какое достигает Петр, который самим Христом называется камнем апостольской веры. И святитель Иоанн Златоуст, например, обращает внимание на то, что в книге «Бытия» инох, который имел и жену, и детей, сподобился того, что живьем был взят на небо и не вкусил смерть. И Златоуст восклицает «Смотри, семейная жизнь нисколько не помешала ему живьем зайти на небеса, как и Петру подняться на высоту апостольского служения и стать князем апостолов». Далее мы читаем, «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Чему нас может научить это уточнение, когда же настал вечер, когда, казалось бы, тьма стала сгущаться и бесноватые стали вести себя очень беспокойно, милосердие Христово проявляется и в этих обстоятельствах, по слову, что свет во тьме, светит и тьма, не может его объять. Далее, восьмая глава Евангелия от Матвея с 18 по 22 стих говорится о том, что значит для нас идти за Иисусом. Как это понять? Мы читаем. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». То есть, если кто-то идет за Иисусом, имея в виду для себя пользу от некого такого земного благополучия, Христос не возьмет его за собою. Потому что Христос переходил с места на место. Не было где главу преклонить Сыну Человеческому. И этот человек, скорее всего, очень любил комфорт, а, как мы знаем, нельзя служить Богу и мамоне. Далее. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Казалось бы, здесь человек требует самого необходимого совершить погребение отца, как бы полностью уже удалиться от прежней жизни, выполнив свой сыновий долг и следовать за Иисусом. «Но Иисус сказал ему, иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». О чем это? Это о том, что, скорее всего, его отец не был достаточно религиозным человеком, и этого мертвого и духовно, и физически должны погребать нравственные, духовно мертвые его друзья, которые физически были еще живы и сильны позаботиться о нем. Это действительно очень печально, когда родство на земле не соединяет нас новым родством на небесах. И хотя здесь мы можем быть близкими с кем-либо, но разлученные в Господе друг с другом, едва ли мы в том мире сможем осознать принадлежность к какому-то родству. Например, об Иврааме сказано, что он не узнает нечестивых в день суда, хотя они его потомки, потому что те качества, которые имел этот патриарх, они, увы, не отразятся в жизни его нечестивых потомков. Далее, когда же вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так, что лодка покрывалась волнами, а он спал. Христос в лодке с учениками – это известный символ Христа в церкви, ведь в апостольских посланиях церковь сравнивается с кораблем, корм чей которого является сам Христос. И то, что буря вокруг, а Сын Божий спит, находясь в этой лодке, это указывает на наше состояние. Мы переживаем бури разных треволнений в современном мире, и иногда нам кажется, может быть, Христос не замечает того, что происходит с нами здесь, на земле, и не смотрит внимательно на нас с небесной обители своей. Но так ли это? А он спал, сказано здесь. Он мог спать по человечеству, но как не только человек, но и Бог, он всегда бодрствующий. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, мы погибаем. А как мы можем разбудить Господа, если так можно обозначить этот вопрос, наши молитвы, обращенные к Богу, который не спит и не дремлет, как сказано о Боге, он не спит и не дремлет, они будут услышаны на небесах, и ситуация наша на земле, та или иная сложная, она будет иметь некое разрешение, благоприятное для нас. Спаси нас, погибаем, восклицают апостолы, и далее, и говорит им, что вы так боязливы, маловерные, если в этой лодке Христос, даже тебе представляется, что он спит, если ты в церкви Христовой, где Христос присутствует в святых дарах, какие бы бури не восставали против корабля корабля церкви, пока мы со Христом, мы действительно неодолимы, ибо сам Христос сказал, я создам церковь мою, и врата не одолеют ее, и говорит им, что вы так боязливо, маловерные, потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Здесь он ведет себя как Бог. Когда он спит в этой лодке, он показывает свою человеческую усталость, потому что он был истинный человек, но когда он запрещает морю, казалось бы, стихи природы, повелевает им, и они подчиняются, так что сделалась великая тишина, это действие Бога. Люди же удивились, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. И далее рассказывается в окончании этой главы о том, как Господь Иисус Христос изгоняет бесов в стране Годаринской. Но прежде, чем мы перейдем к этой теме, давайте обратим внимание на то, что мы прочитали, люди же удивились, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Кто это, что это за люди, если в лодке Христос находится с учениками, с учениками? Здесь евангелист показывает сомнения учеников, и они здесь называются просто людьми, со свойственными, а людям сомнениями, не называются учениками. То есть, мы становимся учениками Христа и остаемся таковыми, пока сохраняем твердость вероубеждений. Но как только мы колеблемся, мы просто люди из толпы из толпы. Апостолы еще не были обличены в благодать Духа Святаго. Это произойдет в день Святой Пятидесятницы, когда сила Божия сойдет на них. И далее, и когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. Гробы — это пещеры, погребальные пещеры, которые до сих пор во множестве сохраняются в Израиле, куда клали мертвое тело и приваливали камень ко входу такой пещеры. Сам Христос, когда он умер на кресте, он был положен в такой гроб, пещеру, и камень был привален и даже поставлен на печать. Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Когда в Кесарии Филипповой апостол Петр исповедовал Иисуса Христа Сыном Божиим, то Христос сказал, не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах. А здесь бесы предлагают как бы правильное исповедание. Они говорят, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий. Они правильно понимают, кто перед ними. И, кстати, в разных Евангелиях часто говорится, что когда бесы исповедовали Его Сыном Божиим или Святым Божиим, Он им запрещал. И святые отцы объясняют, и говорят, Он не хотел принимать свидетельство от бесов. О нем должны были свидетельствовать его ученики, проповедники Слов Божия и само живое Евангелие. Итак, эти бесы, которые были в бесноватых, они кричат, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас, то есть они даже знали, что когда Он будет умирать на кресте, вот тогда Он скует силы зла и заключит их преисподнюю. Вдали же от них послось большое стадо свиней, и бесы просили Его, если выгонишь нас, то пошли нас стадо свиней. Свиньи в соответствии с законом Божьим считались нечистыми животными, и нечистые бесы тянутся к нечистым, к свиньям. И Он, Христос, сказал им «Идите!» И они, бесы, выйдя, то есть выйдя из этого человека, здесь даже два человека описано, в другом Евангелии один, истолкование дается такое, что один был более буйный, чем другой. «И они, выйдя, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось с крутизды в море и погибло в воде». Возникает вопрос, а зачем Христос попустил бесам войти в свиней? Он это делал с одной целью – показать, что бы бесы сделали бы с нами, если бы Господь не ограничивал их власть. Не полагал бы им предел, что они могут делать, а что они не могут делать. Ведь эти бесноватые, они заковывались в цепи, и они разбивали эти цепи. Они кричали в гробах, и никто не мог их остановить. Если бы бесы имели бы власть над этим миром, они бы давно бы весь этот мир уничтожили бы в ядерном Армагеддоне. Если мир сохраняется только потому, что Христос сдерживает силы зла в этом мире. А высвободив бесов из этих бесноватых, и как бесы вошли в свиней, и сразу все с крутизны погибло в море это стадо, он это сделал, чтобы показать, что было бы с нами, если бы он не контролировал зло, существующее в этом мире. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. Казалось бы, все должны вдохновиться, произошло чудо, исцеление бесноватых, но мы видим нечто обратное. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Почему? Стадо свиное, это был их нечестивый бизнес. Их не интересовало это чудо, исцеление бесноватых. В голове у каждого был свой собственный калькулятор, сколько я потерял свиней, насколько я обеднел, и привязанность к хрюкающему стаду, которое погибло в морской глубине, помешало этим людям принять Христа в свой город. Есть над чем задуматься. Спасибо вас, Христос. 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 Христос.